Я был в больших, как всегда, в начале размышлений и колебаний, и захотелось мне сегодня делать химическую лекцию, а не поэтическую. Поэтому вас это ждет волей-неволей. Сейчас я объясню все равно. Поскольку Сергей Александрович записывает слова, потом деться некуда, и исправить нельзя. Я хочу вам сказать, что эта часть биохимии, вот я ее принес, и потом будет Михаил Александрович у вас, она представлена в таких книжках. Они толстые, содержательные, и одна из задач нашего курса здесь, чтобы их не бояться. Что в любой странице все очень ясно. Но для этого надо преодолеть некоторые трудности. Поэтому вот... А для меня эти вот книжки – это чистая поэзия. Просто собрание поэтических стров. И каждое вещество здесь – это у меня особое свойство. Свойство связано со старостью. Большая часть формул, которые здесь есть, были написаны при моей жизни. Более того, уже при этой специальности. Это поразительно. Я сам себе не верю, когда перелистываю эти вот книжки. Самое лучшее на свете учебное руководство было написано в 60-е годы замечательным биохимиком, у которого много, кроме учебных заслуг. Звали его Альберт Ленинджер. Мы были знакомы. Он бывал в университете здесь. Лучше, чем он, книжку написать нельзя. Но она устарела, соответственно, потому что биохимия создавалась. Его ученики, два профессора, вот они, его ученики, сделали вид, что они переделали его книжку. Они ее очень случайно испортили. Она стала без поэзии, без истории. И вам она достанется. Вам старый Ленинджер, вам не достанется. Вам достанется отечественного учебника. Вообще, для каркаса знаний достаточно любой почти учебник. И этот учебник, вот этот вот, мне чрезвычайно дорог. Он создан сыном моего учителя. Евгением Сергеевичем, то есть он главный здесь, в этом коллективе, Северин. А мой учитель Сергей Евгеньевич Северин. И сын, увешанный всеми наградами и чинами, плохо отнесся к своему учителю, к своему отцу, более того. Потому что, если отец был поэтом биохимии, а сын практик, это когда вам придется изучать, и вдруг вы увидите старые книги, увидите. Это так, это мое размышление, по дороге у меня долгий путь. Что мы волей-неволей должны к презренной прозе, это говорил Пушкин. Совершенно непонятно, никто не понял из нас, кто этим занимается, как можно было выбрать гексозу, как можно было выбрать глюкозу и сделать ее главным универсальным входом в энергетику. Сколько не живу, сколько не разглядываю эти молекулы, не имею ответов. На самом деле, когда мы не имеем ответов, это значит вопрос поставлен. Необычно несколько. Поэтому мы выучиваем сначала, как оно есть на самом деле. И вот то, что я вам успел рассказать, а мы уже дважды, Михаил Александрович, дважды мы были в гликолизе. Мы вышли из гликолиза двумя путями. Сделали молочную кислоту, с которой я драмы начинал. Имея неприятные свойства, сильные кислоты внутри клетки, оторвали карбоксильную группу, я все потом нарисую. Оторвали карбоксильную группу. Вот первые наградные кислоты сделали, восстановили, делали этиловый спирт. На этом биохимия большинства анаэробных организмов кончается. Они надеются, а с ними и некоторые люди тоже, что спирт улетучится и мешать им не будет. Некоторые злодеи мешают спирту улетучиваться и делают вино. И это единственная причина развития биохимии. Как именно и почему. Ядовитый этанол, мешающий им жить, в клетках не улетучивается. И я знал годы, когда в Японии был описан замечательный человек, у которого была биохимическая мутация. У него кончался гликолиз этанолом. Он не был пьяницей, но быть всегда в некоторой концентрации этанола было ужасным. Его изучали. Очень интересно. То есть он сам, его организм похож был на сусло, в котором идет брожение, а не... Вот выход из ядовитых кислот, из молочной и в избытке первонаградной, достигается декорбоксилированием, о чем я тоже вам успел сказать. Декорбоксилирование альфа-кетокислот происходит при катализе фермента декорбоксилазы. И вот там есть кофермент. О, какое-то легко, да? Спасибо. Вот конечный продукт, с которым еще что-то можно сделать. Альфа. Этот атом. Кетокислота. Кето, потому что есть кетонная группа. Есть карбоксил, ну и какой-то пристав. Этот хвост в альфа-кетокислот может быть разным. Самое главное вот это в конфигурации. Все альфа-кетокислоты подвержены декорбоксилированию. Вот я обвел. То есть карбоксильная группа отрывается, и углекислый газ, оксид углерода, улетает. Удивительно, что большая часть столетий наука состояла в том, что наблюдали, как выделяются пузыри. И называлось это выражением. Много столетий признак того, что там идет, ну, эти 11-12 стадий биохимии, только пузыри. И это я вам рассказывал на примере диализа, когда диализа перестает выделять пузыри. Декорбоксилирование, декорбоксилаза катализируется. Здесь это тоже, вот очень мне хотелось здесь остановиться чуть-чуть. Все можем сделать. У нас 20 аминокислот. Можем из 20 аминокислот свернуть все. Не все. Вот почему не все? Почему некоторые сложнейшие вещи белок может делать, а некоторые не может? И этим некоторым надо еще иметь ферменту, кофермент, какой-то низкомолекулярный кофактор. Вот неоднократно мной нарисованы замечательные молекулы. Я вам ее рассказывал и показывал, когда рассказывал о докторе Эйкмане, который был послан на работу в Индонезию и работал с заключенными. А вот здесь фосфат. Тиамин, первый фосфат. Молекула эта была нарисована только в 30-е годы, в 37-м, в 36-м. И когда ее, вот, непредвзятым плюс я не поставил здесь, вот, азот здесь с плюсом, увидите такую молекулу? Нормальный физический склад ума, а зачем эти атомы? И что они делают? Прошло, не боюсь этого слова, 70 лет, мы не знаем. Из всего этого замечательного строения нам известен, вот, да, вот, я тут не нарисовал, смысл вот этой группы. А какая должна быть механика, должны быть электрические движения? Это второй углерод в тиазоловом кольце, кольцо это тиазол. Главное место работы. А это зачем? А зачем здесь перемедим? А что за странное? Явно не может, то есть логика такая. Такие замечательные молекулы, такие замечательные сочетания не могут не иметь глубокого физического смысла. И поэтому это убеждение, что мы можем понять, глядя на формулу, что-нибудь. Колоссальный тупик, почти три десятилетия. Все думали, что вот она, серый, который тут торчит, у которого может много валентности, зачем-то фосфаты. Вот тайна осталась. Я передаю вам эти чувства о том, что это тайна, потому что вы довольно скоро это забудете, вы будете помнить, какая она, какая она молекула, как и забыла все человечество. Почти. Почти нет работ о квантромеханике, и смысле, и строении, и взаимодействии. Тиамин-пирфосфата. Его сокращение всюду. Формула ТПП. Тиамин-пирфосфат. Потому что дальше. Я не дорисовал, да, еще. Пирфосфатная связь. Мы, биохимики тех лет, были счастливы, узнав, что вот она, вот она, декарбоксилаза. Но по экономии, Бог не делает лишних опытов, и кризис он. Всюду где альфа-кетокислоты декарбоксилируют, у них отрывается карбоксильная группа, всюду тиамин-пирфосфат. Поэтому же, может быть, обратно. А теперь, когда началась новая жизнь, последовательность тиаминокислот в белках, которые такие осуществляют реакции, специфичных к тиамин-пирфосфату, и читая текст белка, мы скажем, заранее, где что будет. Это новая жизнь. Она для меня новая. Я в нее уже не войду сам, но я с уважением читаю чужие работы. Ну, это образовалось после декарбоксилирования, которое происходит вот как. Вот сюда, с разрывом вот этой связи, присоединяется остаток после декарбоксил. Смотрите, я отрываю карбоксил, у меня здесь остается водород. это альдегид. Значит, у меня вместо карбоксила хвост кончается альдегидом. Дальнейшее превращение надо окислить, потому что альдегид ужасный. Одно из худших удовольствий в биохимии получить в реакции альдегид. Он очень химически активен, и если где-нибудь образуются альдегиды, они сейчас же блокируют в белке аминогруппы. И где-нибудь в активном центре, от которого зависит жизнь, происходит соединение аминогрупп с альдегидом. Борьба с альдегидами, вот, Михаил Александрович, когда дойдет до углеводов, и вы все это будете знать, все, вы услышите там страшные вещи. Наиболее питательные из всех углеводов гексоза, глюкоза, альдегид. Вот ведь какая вещь. Поэтому, чтобы она была как можно менее вредной, очень вредное вещество, глюкоза. Сейчас уже никто это не помнит. Роддом, в котором, младенцем, в котором была очень очень возбужденный главный врач, вводили внутривенно глюкозу, когда им было, и губили, у них была массовая гибель детей. Ну, если вы покупаете глюкозу с карбиновой кислотой по дороге от истощения, вам не страшно, у вас желудочный и жечен трактор, все с ней сделает. Надо бороться с альдегидами. Поэтому здесь для чего все сделано? Этот альдегид присоединен ко второму углероду. Вот он здесь. Вот он здесь висит. Он не выходит в свободном виде. Водород сидит. Явно, кажется, один лишний нарисовал. Вот он. И тут я буду ошибаться, но будете аккуратно перерисовывать, поймете, если где водороды. Альдегид, соединенный с термин-перофосфатом в активном виде. Оставлять его нельзя, пустить его в свободном виде невозможно. и в 50-е годы мы, биохимики, уткнулись в вопрос, а что же дальше? Мы знали, что это не бывает, что что-то происходит. В это время лучевая физика, ну, поскольку радиоактивность сюда, стала обычным методом работы. И микробиологи стали изготавливать мутанты из нормальных клеток радиационные мутанты. Молочные кислые бактерии, которые все могут делать, вдруг, получается, они там есть, а жить не могут, им чего-то не хватает. Началась новая биохимическая методика. Изготавливают облучением клетки, которые сами жить не могут, им чего-то не хватает. И начинается крайне увлекательно, а чего им не хватает? Вот были такие давно-давно забытые супруги, Джона Рид и Елизавета де Басс. Никто их, кроме меня, на свете уже сейчас не... Ну, они ноблицкие лауреаты, впрочем. Они работали, изготавливая облучением мутанты молочнокислых бактерий и смотрели, чего им не хватает. Я собой очень довольна, когда я это вспоминаю, потому что быть студентом и читать скучнейшие работы «Пищевые потребности мутантов молочнокислых бактерий». Видите, статью, как интересно, вам очень интересны «Пищевые потребности мутантов». Название скучнее, а я счастлив, что я следил, ну и что, что им еще дали? И вот эти мутанты, которые никак не росли, вдруг заросли, когда им давали экстракт из печени животных, некая экзотика. Вы делаете экстракт, бензольный экстракт печени животных, и они растут. А дальше, а дальше задача узнать, а что же там они нашли в этом экстракте. Это одна из самых красивых работ вот конца 50-х годов. Мутанты не растут, им добавляют бензольный экстракт из печени, и а теперь осталась задача. Никакому нормальному человеку тех лет не пришло бы в голову, что речь идет о веществах в концентрации миллионной доли грамма. И вот Рид и Дебаск эту задачу решили замечательным образом. Я вам ее нарисую, потому что это последнее. Это кювет с прозрачным желатиновым или агаровым слоем. Здесь посеяны бактерии, они не растут. Прозрачная, чистая поверхность агарового посева. Посеяли и ничего нет. В том месте, где вы добавили гензольный экстракт печени, густая белая поверхность плод плод называется газон. Газон это мутант. Они выросли. Теперь надо узнать, что это такое. Это было сделано замечательным образом, о чем я должен буду задними стежками потом рассказывать. Экстракт из бензола, бензольного экстракта из печени нанесен на фильтровальную бумагу, вот сюда. И пущен раствор на самом деле бутилового спирта, но очень похожий на бензольную смесь. Поток жидкости по фильтровальной бумаге несет эти вещества, их там неизвестно сколько, может миллион, и они текут. и накладывают бумагу на прозрачный непитательный для мутантов слой агара. И вдруг в одном месте они вырастают. Снимаете бумагу, проходит несколько дней, в этом месте колония значит на бумажной хроматограмме, о чем подробнее потом, я немножко уже говорил, разделились вещества и здесь оказалось то самое, которое вы ищите, без которого жить невозможно. Концентрация этого вещества миллионные доли грамма, за что дают Нобелевские премии, за то, чтобы потом взять и нарисовать формулу. Это вещество до того, как его нарисовали, поскольку он жироустворимое вещество, было названо липоевая кислота. Но на самом деле кислота в жироустворимом виде. Ну дальше я вам не буду рассказывать, это вот мои детские восхищения. Ну как узнать? Вы ничего больше не знаете, только знаете, что они растут. Чудо начинается вот как. Вы берете лист фильтровальной бумаги, вот этот, и начинаете его, ну можно его вырезать ножницами и потерять вещество, потому что это миллионные доли грамм, они на стенках. А можно покрасить эту бумагу всякими реактивами, которые могут хоть что-нибудь сказать. Успех состоял, когда эту бумагу положили на соли свинца. Уксный кислый свинец, и вдруг в этом месте получилось черное пятно. плюм-бум с ртутью тоже. Это был точный, ну веками уже созданный диагноз, значит там есть эсэш-группы. Итак, в 52-м или 53-м году было сказано таинственное вещество содержится сульфиды там могут образовываться тяжелых металлов. Вот это все, что я не буду дальше вам рассказывать. Дальше это замечательное мучение ежедневных опытов. А вот это вещество. Я специально так рисую. У нее две СССР-группы у этой кислоты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь карбоксил, а все остальное просто СССР-2. Это замечательное изобретение. Оно стоит в том, что если вы посчитаете все точно углы, расстояние между двумя СССР-группами будет такое, что очень легко образуется диссульфидная связь. Вот как она здесь я специально подогнал. Может быть так, если отнять два водорода, или так, и тогда здесь будет разумно-то связь. это вычленное, вот сложный, и все это построено, ну, как именно, это я вам не должен, не буду рассказывать, поэтому мы получили в 50-е годы такую схему. Тиамин-пи-фосфат с альдегидом прицепленным. И удивительно, вот это вот диссульфидная связь может разомкнуться, а это значит окисление. и водород соединится с двумя атомной серой. А тогда это происходит, когда этот альдегид, вот он, радикал, это я подошел мне рисовать. Произошло окисление альдегидной группы от тиамин-пи-фосфата, и на липовой кислоте висит остаток окисленный. А дальше еще одна из самых все синхронно почти, все в одни годы. Мне надо было кончать университет специально, чтобы мне все, я сдавал экзамен, еще не было. Их еще не было. Они уже были в лекциях профессора Северина, а он говорил, что вот-вот оно здесь, но что здесь? Было ясно, что для того, чтобы процесс пошел дальше, нужно еще какое-то одно вещество, о котором было известно только одно. У него тоже есть САЖ-группы, но это не те, не липоевые. Ну, какой-то вот этот экз. Если бы я бы рассказывал и сам бы вспоминал чисто профессионально, расшифровать этот экз был непонятно как. Непонятно. Никак. Это не должно пониматься. Это надо каждый день работать. Это по крупинкам. Вот я вам сразу нарисую. Даже, может быть, не во всех деталях. Вот. О! Ну, кажется, я дошел до нужного уровня. Это пирофосфаты. А здесь колоссальным восхищением мы увидели аденозин. То есть, это вот был бы остаток дальше АТФ, который приделана странная, длинная последовательность атомов с особым качеством САЖ-группы. Эта молекула необходима была для того, теперь вот вы ясно, чтобы окисленный вот этот вот ацильный или ацетильный уксленный кислотату ацетил, окисленный остаток кислоты вот здесь вот прикрепленный мог быть перенесен на эту САЖ-группу. Это кофермент переноса ацильных, то есть вот карбоксильных остатков или ацетильных. И он был назван коэнзим ацетилирования. Я хочу здесь вам чуть сказать больше, чем его нарисовали. Его открыл с блеском открыть, надо учиться, как это делать. Все сначала так, сначала свинцовые соли открыл самый великий человек в биохимии 20 века. И это его побочная работа. Я его называл Фриц Липман. Фриц Липман, который создал всю концепцию макроэргических фосфатов. Ему за нее надо было дать тут же Нобелевскую премию, но как-то никак не получалось. Ему все знали, что это самый крупный биохимик, теоретик. Первый биохимик, который работал как физик в термодинамике. он ее понимал, любил и его я называл его работой, тем, кто слышал работу, в 41 году создана концепция. Единственный недостаток Липмана, он не знал работу Шилова. Он не знал, что он открыл то, что в общем виде представил Николай Александрович Шилов. Просто не мог. Фриц Липман, создав концепцию макроэргичности, к которой я сегодня наверное не обращусь, а может как понесет, когда Гитлер пришел к власти, а это школа Мэргофа, какими-то там, ну он за годи чуть-чуть, за небольшое так сказать число месяцев до начала Второй мировой войны уехал в Америку. Как ему удалось это отдельная история детективная. Приезжает великий человек в прославленную Америку. работы нет. И он работал лаборантом в клинике по анализу мочи. И это замечательно. Я хочу вам сказать, если вас когда-нибудь занесет, там столько чудес. То, что можно было из клинических анализов мочи сделать современную биохимию, это поэма. И вместо уныния, как, ну, интеллигенты это страшная вещь, они видят не удовольствие от того, что можно тут делать, а от уныния. Куда же он попал великий? Вот это все я когда-нибудь уже не расскажу. А в общем, дайте расскажу. А дайте расскажу. Идет начало Второй мировой войны. еще до 1939 года смертность заболевших воспалением легких доходил до 20%. Заболел 1,5 того, что выживешь. Особенно велика детская смертность. И тут, это отдельно мой рассказ, которого уже не будет, новое вещество, краситель, шерстяной краситель дают этим больным людям? Красного цвета, ужасно отвратительный. Это уже свои ощущения. И они выздоравливают. А тут анализ смочить. И Липман на этом материале лечимых от воспаления легких новым отвратительным красным стрептоцидом смотрит, что с ним делается. А что такое анализ мочи? Это значит, огромное число веществ что-то в конце концов превращаются, вы видите конечные продукты, теперь восстановите обратно. После двух лет жизни в миграции Фридс Липман делает замечательный вывод. Красный протон зилон еще назывался тогда, красный краситель шерстяной выводится в измененном виде, так, что к нему присоединяется остаток куксной кислоты. Ах, вот так, это значит краситель, которому приделана ацетильная группа. Измельченная печень, диализ, дальше простая так сказать логика. Низь, вот это вот вещество, которое при диализе выходит, он назвал это вещество коэнзим или кофермент ацетилирования, зная, как и только что у его друзей в липовик слоте, что там есть и сажгруппы. Ну вот, к концу моего университета кофермент А был нарисован. Это хорошо профессионалам рассказывать, как замечательно красиво. Осталась тайна, тайна до вас дожила. Зачем тут аденозин? Зачем здесь структура, вот она, аденин, ну, шестиугольник нарисовать надо аккуратно, вот она, аденин, рибоза, все КПТФ. И опять мысль, ужасная, опасная вещь, мысль, то есть не мысль, вам кажется, ну, растут, мы опять не знаем. стыдно, стыдно чрезвычайно, когда вы все видите и не знаете, и думаете, что, ну, наверное, кто не будет знать, никто не знает. Никто не знает, зачем он там, что он там делает. Реакции не участвуют. Еще несколько ферментов. У всех есть ручка, аденозиновая ручка. Без нее жить нельзя. Зачем она нужна? Я ее сейчас еще нарисую. Через небольшое время. Итак, последователь событий. Тиамин-Пи-Фосфат, липоевая кислота, коэнзим-А. Теперь на нем, на этой САЖ-группе, вот здесь я нарисую просто, висит остаток уксной кислоты, ацетил. Потому что это его назначение. Он переносит ацетильные или вообще ацильные остатки. А куда дальше? А куда дальше? Здесь чрезвычайный простор, куда угодно. Это активный остаток уксной кислоты, и куда угодно. Это вот мой предмет дальше. Может быть, не сегодня даже. Значит, уходит он. Его ждут замечательные превращения дальше. Но тут неприятное. Смотрите, какая неприятность. Когда он уйдет, у нас остался след. Остался след восстановленной липоевой кислоты. А нам надо иметь ее окисленной, чтобы следующая молекула могла прийти. Нам нужно замкнуть СС-связь. История замыкания СС-связи, когда, куда и как переносится водорода, это начало 30-х годов. Никто еще не знал, что это об этом истории, но что она была. Здесь нужен фермент. Фермент, который может отнять эти водороды и куда-нибудь их деть, чтобы замкнуть, сделать связь вот такую. В конце 20-х годов, когда начались изучения роли витаминов, я вам чуть, наверное, такие краски. Мой любимый был объект полудохлые крысята, которым чего-то не хватает. То были на микробах, то поиск витаминов. Все дают им, все, что знают, полибиху, полный комплект. А они не растут. Полудохлые, это я грубо скажу, они несчастные. Что такое хорошее крысенок? Это приятнейшие животные. Веселые, подвижные. А что такое крысенок, который у них больной крысенок? Это мы с людьми не чувствуем. Жалко смотреть. Лапы опухшие. Всем он мокрый. Несчастный. Пищит и умирает. Все ему дали, а он умирает. Капли молока. Это работа Николая Ивановича Лунина. Я вам рассказывал. Капли молока, снятого молока. И прекрасный крысенок получается. Наслаждение. Белые крысята, они, когда вы на них работаете, они становятся вашим домашним, так сказать, объектом. Если у вас хорошие домашние люди, которые вас терпят, ну, как моя теща, например. Это стрельчайшее явление. Потому что не всякий может, чтобы они всюду бегали, чтобы они там жили. Что там в капле молока такого, что оживляет таких несчастных, не только крысят, человеки такие же, дети. Но дети обычно все-таки каплю молока-то получают какого-нибудь. Выделение из молока активных вещей сначала, вне всякой связи, никто ничего не знает, какое величие будет потом. Это все потом будет. Выбираетесь, видели вы настоящее молоко, я, кстати, не убежден. Молоко это у меня? Да что ж такое? Это дерзость. Нет. Молоко бывает желто-розового цвета. Настоящее. И розовый, желтый пигмент молока оказался с действующим началом. По мере очистки этого роза-желтого цвета молока его назвали флавином. Флавос – это желтый. Какое-то желтое вещество. И полагалось, что в молоке есть фермент, у которого есть желтый кофермент. В ходе тех лет это все было увлечение номера витаминов. Его назвали витамин В2. Еще ничего про него более не знаю. Что это вот замечательная часть молока. То, что это потом оказалось совсем ненужным словом молоко, что оно есть всюду, что есть во всех клетках, во всех живых клетках есть еще одно замечательное вещество. Это опять подвиг химиков, биохимиков. Вот он, витамин В2. Я здесь что-нибудь не дорисую, потом проверить. хорошо, что у меня нет готовых иллюстраций, когда все нарисовано и тогда не видно. Зато посмотрите на него. Это удивительно. Это бензольное кольцо полностью сопряженное. Метильные группы не знаем зачем. Ничего не знаем. На самом деле смысла формулы не знаем. смысла глубокого. И здесь вот длинный радикал. Тут там много всего. Это скелет желтого пигмента. Соответственно, флавин. А к этому вот этот радикал рибо, но не сама рибоза, а рибетон. Рибо. Это спирт пятиуглеродный спирт с гидроксилами. Такой углеводный спирт. И ужасно. И это все то же самое. Я здесь вот нарисую предложение. Фосфат. Пиорофосфатная связь. И аденозин. Еще одна рукоятка. Аденозин. То есть аденин, рибоза. Зачем? Не знаем. Прошло почти сто лет. Рукоятка, которая приделана. Постепенно нет. Художественный образ понятный. Это трактор, в котором можно приделать селки, бороны, что хотите. Сам. Но где он? Что он делает? Что делает эта рукоятка? Мы не знаем. Зато что делает вот это знаем. Это оказалось сильнейшим окислительно-восстановительным агентом. Он может отрывать и отдавать водороды. Я крупным планом вот здесь вам это нарисую. Самое главное вот это кольцо. С этим изобилием азотов. самое главное для моего рассказа. Вот это место. Здесь могут быть водороды вот у этих азотов. И тогда здесь будет двойная связь, чтобы углерод был. А может быть окисленная форма. Тогда здесь будет азот. Вот такая сопряженная часть. Вот действующая часть этой молекулы. Ведь все тут знаем, кроме все остальное не знаем. Здесь можно восстанавливать и окислять, присоединять и отрывать водороды вот этого кольца. Сила, потенциал окислительно-восстановительный вот этого вот куска, вот этих двух азотов так соединенных колоссальна. Эта молекула может отнимать водороды от углерода. То есть в принципе вот такую связь. И конечно вот такую. в таком виде этот кофермент, бывший желтый кофермент называется флавин аденин динуклеотид. Или сокращенно в нашем обычном языке фад. Флавин аденин динуклеотид. Это второй динуклеотид. На предыдущих лекциях я вам рассказывал о никотинамид динуклеотиде. НАД. Тот самый НАД с плюсом, у которого азот меняет валентность в никотиновой кислоте. Я специально произношу эти слова, потому что я знаю, что у вас не сразу возникает ассоциация, а потом должна возникать через некоторое время. Никотинамид динуклеотид, то есть тоже содержит аденозин в качестве рукоятки. Флавин аденин динуклеотид главный действующий начал биохимии. Это то, что колоссальная скорость у каждых у нас с вами клетках переходит окисленно, восстановлено, восстановлено, окисленно, непрестанно, с колоссальной скоростью. Чем они отличаются? Чем отличаются НАД от ФАДА? Флавин аденин динуклеотид. Тем, что этот относительно слабый может отнимать водороды от гидроксилов, а этот ну хоть бы от всех СССР группы или это. У них разные окислительно-ставительные потенциалы, разная окислительная способность. Поэтому они работают на пару. для того, чтобы липоевую кислоту обратно замкнуть вот эту связь, СССР связь, нужен флавин аденин динуклеотид. И соответственно, что такое нужно? Значит, есть белок, есть фермент, есть дегидрогеназа, флавин аденин динуклеотидная дегидрогеназа, отнимающая присоединяющие водороды. Ну вот теперь почти все. Всего-навсего, чтобы из первой виноградной кислоты уйти. Теперь я восстановлю все, что я вам сказал, в виде схемы. Это схема создания биохимии. Значит, была когда-нибудь глюкоза. Прошло 11 реакций гликолиза. здесь над с плюсом становился надаж. Образовывалась аденозинтая фосфорная кислота в том, что в прошлый раз я, как мне казалось, рассказывал. Образовывалась первонаградная кислота. И на этом мой предыдущий рассказ кончен. А вот теперь тиамин, первый фосфат, декровоксилированная первонаградная кислота 3,0,2. И образование ацетил кофермента А. А по дороге тиамин, первый фосфат, вот он, липовая кислота и коэнзим кофермента. А по дороге вот здесь еще флавин. Вот теперь не безумысла я вам рисую схему более-менее аккуратную биохимию выхода до кислорода. Что я имею в виду? Бескислородная жизнь очень малоэффективна. Всего-то мы сделали две молекулы АТФ на молекулу глюкозы. Это достаточно ужасно. А можно было бы сделать 32, если бы был кислород. Это мы биохимики тех лет понимаем и надо узнать. Ну немножко нет, я себя слишком уж нет, я пожалуй это был немножко до меня. Немножко лет на 15. Десятые годы 20 века. Странная женщина российского корня зовут ее Лина Штерн. Уезжает в эмиграцию в чем в юном АРОЗе ужасно научно активной жизни. Мы ее почти забыли. И в Швейцарии находит чрезвычайно интеллектуальную обстановку. Становится первым настоящим биохимиком физиологом. Физиология и биохимия соединенной. То есть функции вместе с химией. Ее коллега швейцарский биохимик или химик Баттели. и получается серия работ Баттели Штерн. Мы долго-долго не знали, что это Лина Соломонна Штерн, а не какой-то иностранец Штерн там есть. Фамилия иностранная такая вот. Не сразу стало ясно, что это от нее идет. А у него ужасно трагическая жизнь, и поэтому полезно было бы нам тогда это знать. Они занимаются странной вещью. Они смотрят, как красители обесцвечиваются в присутствии тканевых экстрактов. Берите синьку, нормальную синьку, которую сейчас никто не использует. Нету такого понятия все. Наверное, никто не стирает синькой. А может такие еще люди есть. В детстве я помню, что это было. Синька замечательная. Синяя краска, могу ее нарисовать, это три кольца, очень интересная химия, химия красителей. Но она обесцвечивается, и есть такая странная реакция. Ярко-синий цвет, синий, пусть будет, синий, ладно, плюс, как потом становится ясно, восстановление, два водорода ее и она обесцвечивается. Ее спектр смещается в ультрафиолет, и она становится невидимой. Обесцвечивание синей окраски прекрасно можно измерять. Оптика для этого существует вполне, физика уже вполне хороша, можно измерять скорость реакции по скорости обесцвечивания краски. Баттли и Штерн делают странное открытие. Пока клетки живы, пока вы делаете измельченные клетки, но они еще не денатурированы, они сильнейшим образом быстро очень синько обесцвечивают. Вот отсюда начинается, это Ахматово, да, с какого мусора стихи, что-то одуванчику забора. И вся наука. Работа Баттли и Штерн о скорости обесцвечивания в очень неудачное время. Вообще на Земле удачных времен для науки нету, так не оглядывайте с осторожностью вокруг, не оглядывайте, одинаково плохо. И одинаково наплевать нам на все остальное. Нам важно, что она обесцвечивает. И это вот действительно предмет. Остальное все суета. Во время войны работа очень трудно. И в мирной удобной Швеции Тунберг, прекрасно жить, когда миролюбивая страна, изучает, какие краски, какими способами обесцвечиваются. И делает замечательный опыт, он берет пробирку, пробирка не каждому удается, пробирка имени Тунберга называется. Вот такую хитрую пробирку. Смотрите, он ее закрывает такой пробкой полой внутри. В ней есть дырка, это шлифт, а соответственно дырка в стенке пробка. Значит, если вы повернете пробку, ну, вазелином смажете, чтобы ничего, то вы можете сюда наполнять любые газы. Повернули и все происходит здесь. Нет, пробка я неправильно рисовал. Самое главное, вот она вот такая. Знаете, чтобы совсем... Что такое достижение глубоких научных? Вот такая должна быть пробка. потому потому что здесь вы наливаете одно вещество, а в самой пробирке другое. То, что вы изучаете их взаимодействие. Если я теперь закрою, а потом переверну, начнутся реакции. И Тунберг делает свою пробирку, вставляя ее в спектр фотометра, ну, в тех лет, чтобы мерить оптическую плотность. И можно посмотреть точно по секунду наверху. Повернули и рисуете. Или можете не рисовать, а смотреть, с какой скоростью обесцвечивается краска после опыта в Баттеле Штерн на глаз количественно. Чем отличаются химики от прочего человечества? Можете дать определить? Я могу вам дать точно шкафом. У них должен быть шкаф, в котором есть реактивы. Не потому, что они им нужны, а вот страсть. Ой, у меня нет такого вещества. Я к ним принадлежу, поэтому я их очень понимаю. Это как можно больше разных веществ, чтобы они у меня были. Чтобы они у меня были, а мне зачем? Она не зачем, а я делаю аккуратную этикетку, красиво все. Шкаф полный, никому не нужных, вам не нужных, как кажется, веществ. Тунберг был такой коллекционер. И он не спеша в мирной Швеции добавлял в свою пробирку разные добавки из своего шкафа, а наливал сюда экстракты печени, почек и прочих тканей. и подтвердил Батт или Эйштерн, что скорость обесцвечивания зависит от состояния нижнего слоя, от того, если их прокипятить, они перестают работать. Значит, это белки, значит, это биохимия. Работы Тунберга длились почти всю войну. Ну, вот, 15-й, 16-й, 17-й год мало кто читал-то в те годы. Воюющие страны, самая химическая страна Германия, Англия, Россия, мы вполне были там, вполне участвовали в этом химическом сначала, им было не того. И Тунберг в 20-е годы обобщил свои работы. Он составил таблицу. Какие вещества с наибольшей скоростью обесцвечивают синьку, если там есть непрогретый экстракт печени и так далее. Получилось странное список Тунберга. Это прям звучит вполне, но это настоящий список. Список Тунберга очень странен, потому что в нем очень часто встречаются органические кислоты. Например, там есть лимонная кислота, очень быстро обесцвечивает яблочная кислота, янтарная кислота, особенно колоссальная. Щерелева и так далее, Тунберг пока это пишет, ничего не объясняя. Я не знаю его судьбу, мне очень интересно, куда он и как делся, но некогда мне было смотреть, куда и как этот коллекционер делся. но перед вами лист бумаги, на котором нарисованы вещества, избирательно, очень быстро участвующие в восстановлении синки, ее без свечи, больше ничего. Эта задача, ее можно было раздать всем вокруг. Найдите причину. Это замечательно, когда задача, так хочется ее решить, но это решение не бумажное, это экспериментальное, рисуете формулы вещества, разглядываете, ничего не понимаете. Наибольший успех в этом решении двум людям на земле. Один венгер, знаменитый, потом тоже, меньше Нобелевского отъемного рассказывает, Альберт Сен-Дьерги. Он пришел к выводу, что янтарные кислоты, яблочные взаимно превращаются, и там, не буду рисовать схему сейчас, она интересна соединением с этим именем. Он Нобелевскую премию получил незаконно. Он взял и открыл аскорбиновую кислоту. Тогда, когда все остальные уже почти все знали, а он независимо все сделал, но опубликовал раньше, чем другие, уже знавшие, успели сообщить. На него сразу обиделись, он не виноват, он хотел как лучше, а получилось, что люди, которые годами пытались понять, в чем там дело, ну и прочли формулу. Но он был великий человек, я вам, если удастся, потом про него рассказываю. Но самый большой и неожиданный, полный результат, получил тихий-тихий, незаметный сотрудник все того же Майор Гоффа. Имя я приносил многократно, который когда-то думал, что мышцы сокращаются, потому что там молочная кислота вместе с Хиллом. Все тот же Отто Майор Гофф. Это моя поэма на тему, что такое руководители высокого научного класса. Из него столько шло идей, что все вокруг обязательно делали великие работы. И он нигде не был соавтором. Был у меня тихий-тихий аспирант. Предмет насмешек такие бывают люди. Но он хороший человек был, поэтому насмешки были не злые. Чем он вызывал иронию? Он очень любил рисовать формулы. Он непрестанно рисовал их в разных комбинациях так и сяк. И настоящие биохимики, которые работают в эксперименте, называли его специалист по бумажной биохимии. Назвали его Ханс Крепс. Ханс Ганс Крепс разрисовал бумагу, когда остальные думали, что они понимают. Первый успех у него был в другой области, не в этих, не в обесцвечивании. Ну, это авторитет ему придал, но дальше его не одобряли. Его не одобрял в том числе названный мной великий Фрид Слипман, который хотел физики, хотел термодинамики, а Крепс рисует одну формулу за другой химическую, не подозревая, что в них есть физический смысл. Ну, вот теперь, чтобы вам все равно невозможно, я вам рассказываю, каждый шаг это целая отдельная лекция. Я вам нарисую первую схему Крепса. Но одобренную друзьями, друзьями-аспирантами в лаборатории, и непринятую к печати как умозрительную. Вот что придумал по списку Тунберга. Он увидел, что щавеливо, сейчас нарисую, уксусная кислота, это двойная, сейчас я ее нарисую, вот это вот уксусная кислота, а самая простая дикарбонная кислота называется щавеливая, вот она, два карбоксила, а вот их гибрид щавеливо уксусная кислота. В схеме Крепса после многих месяцев бумажных битчей, плюс уксусная кислота, образует лимонную все формулы он уже знал. Это замечательные три карбона и кислота, три карбоксила, раз, два, все знали лимонную кислоту, а ее можно представить себе как уксусную кислоту, посаженную на щавеливую уксусную кислоту, вот она здесь замкнулась, или как говорил Крепс, конденсация двух, конденсация уксусная и щавеливая уксусная дает лимонную. потом он не очень это твердо знал, из лимонной почему-то удивительно, все, что он предположил, так оно и оказалось, но сначала непонятно было. Вы за лимонную, когда гидроксил вот этот вот переезжает наверх, вот он, то есть в центре молекулы, а теперь он наверху. Отсюда туда он переехал, а здесь водород. Продумал Крепс и сделал так, оторвал водороды оторвал кислород и получил кетокислоту. Водород когда оторван, вот он. Не пугайтесь, если вы сейчас не успеваете за мной следить, вы потом обязательно все нарисуете себе по готовой формуле. Вот оторван карбоксил средний и окислена спиртовая группа в кетогруппу. Вот она. Редкислота известная, она называется это альфа-кетокислота, как и перенаградная альфа-кета глутаровая кислота. Ну, а если есть альфа-кета глутаровая, то вы отрываете у нее карбоксильную группу, окисляете и получаете самую замечательную по эффектам янтарную янтарную кислоту. Я потом все вместе нарисую. Вот она, остаток. Янтарная кислота 2-карбоксила, CH2, CH2. Дальше в схеме Крепса надо отнять водороды и сделать из янтарной кислоты или сукцинатой латинское название без двух водородов двойная связь фумаровая кислота. Фумаровую кислоту он добавил воду в двойная связь и получил яблочную. Еще немножко. Вот я сюда добавил воду, все, потом нарисуйте, пожалуйста. Яблочную кислоту отрываем водородой, все, одна и тряпка. Делаем кетогруппу и получаем щавель укусную. Как только он запнул цикл, есть щавель укусная, прибавили янтарную и пошел цикл Крепса. он потрясен естественно, собрал своих старших и младших товарищей, они снисходительно отнеслись к тому, что наш бумажный биохимик нарисовал, но он не просто бумажный биохимик, он взял измельченную печень, ткани почек, стал добавлять туда все эти компоненты и они все с одинаковой скоростью восстанавливали синьку. значит это единая цепь. Это был поразительный результат. Статью, которую он послал в лучшие журналы мира, вернули как умозрительную, недостойную, экспериментальную и так далее. До войны никто не публиковал цикл Крепса. Ну, публиковали, конечно, все-таки она опубликована, но они в центральных местах, где горит жизнь. Смотрите, что он нарисовал еще раз. Теперь я вам словами это все. Что получилось? щеллюуксная кислота плюс уксная ацетат, да, плюс уксная. Я скороченно пишу, а вы пишите, чтобы вам было понятно. Конденсация лимонная кислота, перемещение изолимонная наверх, альфа, кетоглютарная, янтарная, фумаровая, яблочная, щеллюксная, закрутилась. И теперь откуда-то долг всеми поступать, откуда-то поступать остаток уксной кислоты и крутится, а отсюда вылетает СО2 при декорбоксилировании и водороды. Уже не было трудности представить, что водороды идут или на никотинамид, динуклеотид, или на флавин, куда-то туда. А СО2 пузыри. Это смысл дыхания. Мы с вами дышим, выдыхает СО2 по циклу Крэпса. Знаете, нужно было быть замечательным человеком, в смысле нервного склада, чтобы, когда вы нарисовали схему, и вы еще почти не знаете, настаивать, что она, а вам сообщают, а в этой работе не вышло, а в той не вышло, когда идея сильна, ее надо отставить, как маленького ребенка, защищать. Не обижайте ее пока, ваши враги, они такие темпераментные, враги должны быть темпераментными. О, какая чушь, и всячески, а он стоит, очень, очень мне нравятся его портреты. Он такой спокойный, робкий даже человек, и вокруг буйствуют люди. Кто видел, что буксная кислота вообще могла куда-то войти? Попробуйте. Если вы добавите уксную кислоту в тканевую систему, вы отравите этот способ отравления уксом, это, я ничего нового вам не скажу, а все-таки скажу. Это прекрасный литературный пример самоубийства. Юные дамы в 19 веке, сейчас это, конечно, нет, разочарованные в своих личных конструкциях, травились уксом. По какому? способу. Они не хотели травиться, они хотели быть интересно бледными. Если пить уксус, то бледность становится очень интересной, а чуть больше отдают концы. Это очень было модно вот в конце 19 века. И этот Крэпс предлагает эту уксную кислоту пускать в биохимиду. Дик, вот, понимаете, ты памят, вам нужно, оттуда сейчас выйдут, скажут. А он говорит, да нет, наверное, все так и есть. И только после войны, и вернее, после того, как друг Крэпса, Липман, открыл кофермент, а, вот он, и показал, что он приносит ацетильную группу. И когда все это завертелось, разыскали старые работы, выяснилось, что он нисколько ничего не меняет в схеме, и цикл Крэпс стал центром метаболического преобразования веществ. Он долго жил, до последних дней работал сам, делал эксперименты, все на той же измельченной печени, приятный, отвечающий на письма тут же, это такая манера западная, не дожидающаяся вдохновения, когда у вас будет, переписка, и так и остался классиком. Спасался от Гитлера, как и все это в разных местах, в Англии стал сэром сэр Ханс. Нисколько не изменил обычаев и вошел вот в число ну таких вот основоположников мировой биохимии. Что здесь замечательно. Каждый шаг подтвержден, изменен, но общая схема периодического процесса, в котором перемалывается. А что из цикла Крепса? Продукты цикла Крепса водороды и СО2. И больше ничего. Запустили, гликолиз кончился, вы прошли через тиамин-пи-фосфат, липоевую кислоту, флавин-аденин-динклеотиды, кофермент А и получили поток атомов водорода, ну и выдохнутую. Что это такое? Это замечательная конструкция воронки. Здесь вот множество всяких может быть веществ, чего только нет. все перемалывается в этом цикле и вытекает отсюда, то есть получается отсюда поток водородов, ну и СО2 вылетает. Это универсализация биохимических путей. С чего не начнете, все. И поэтому следующая часть биохимии, а что дальше с этим? что делать с потоком водородов? Ну и почему и как? Я частично вам начну сегодня. Для того, чтобы у вас в конце сегодняшних мучений химических осталась бы общая картина. Значит смотрите, анаэробная часть вот была бескислородная, а здесь их всех ждет кислород. И тогда окисляя поток водорода, используя поток, окисляю до воды, плюс отрез столько, сколько удастся сделать. Возникла задача, ну в моем построении задача, возникла она иначе. Задача превращения водорода в воду и самое главное, ради чего? Сопряженный, сопряженный слово синтез АТФ. Весь 20 век ушел. Со славой ушел. мы теперь совершенно ясно понимаем. Нету больше на земле наук, это так я хочу сказать, с гордостью, сравнимых с биохимией по совершению, по глаголу совершенному, мы не выясняем, а выяснили, мы знаем, большую часть основы знаем. настолько, что это почти кончилось. Биохимию можно считать конченой в чертах в основных, в очерках. Осталось только механизмы, детали, как это делается. Мы все теперь знаем. Вот эта часть окислительно-кислородная это отражение страшной катастрофы, которая была на земле. Ну сколько так? Я называл книжку есть в истории земли, когда появился кислород. Это была катастрофа для всех ранее живущих. Для всего вот этой биохимии, которая ни в чем, вот той предыдущей, которая все может делать бескислородно, была смерть появления кислорода, потому что это зверь, который все окисляет, и все они гибнут. Выживают только те немногие, кто спасается от кислородной атмосферы в подземелье, в глубинах океана, ну как-нибудь ничь. Пока не появляется поразительный кислородный комплекс митохондрий и окислительных ферментов. Это вторая могучая часть биохимии. Кислородная. Это то, слова эти, принадлежат пастеру. Анаэробный и аэробная биохимия. Аэробная с кислородом, анаэробная бескислородная жизнь. Люди, которые делают вино, это анаэробные люди. Они делают бескислородную продукцию. И правильно делают. Открытие кислородной жизни, не жизни еще, а биохимии, почти параллельно, почти одновременно. Это 19 век. Почему? Потому что самым ярким биохимическим объектом является кровь. Вот уж, вот уж, где человечество имело колоссальный опыт. Ну, как любой хищник, когда вы видите, хищник, который терзает жертву, он, конечно, упивается кровью, он видит кровь. А люди, хищники, которые убивают друг друга, причем ужасные методы, это так хорошо, стреляйте с какой-нибудь ракетой, вы их там сжигаете где-нибудь, вы даже не испытываете никаких чувств. А эти наши предшественники, они резали друг друга, они кровь пускали, они видели, как течет кровь. Ну, и на себе, и на врагах, они видели, что кровь бывает артериальной, яркой, и венозной, синеватой, тусклой. И первые объекты этой кровавой биохимии была сама кровь. А первым веществом в крови, конечно, было краще вещество, кровь, гемоглобин. Его первое, почему? Он замечательное вещество, он кристаллизуется. Выпущенная кровь высыхая образует великолепные кристаллы, чрезвычайной красоты. Более того, по красоте, по форме, тонкой форме кристалл даже можно знать, какое животное у кого. И посмотреть, где есть, у каких живых существ есть кровь, а у каких нет. Некоторые живут, почему-то не видно крови, а живут. А может, все-таки она где-нибудь там внутри есть. Поэтому 19 век исследование кровавое. Поиски, свойства, и самые великие люди, я поэтому возвращаю историю в 19 век изучение крови. Это очень яркая история. Почему? Потому что 19 век физики изготавливают наконец сочиняют спектральный анализ. И по форме спектра это, ну, вы должны знать, Бунзен, Киргов, это 70-е годы, всего, очень недавно. Только-только можно снимать по темным линиям линии фронгоферовские в солнечном спектре видеть, сравнивая эти спектры со спектрами в растворах, и все, дальше вам понятно, это колоссальное поле деятельности для физфак, для тех лет. Гемоглобин яркое вещество, но в современном виде, если это длинный волн, нанометры, имеет вот такой характерный вид. Это колоссальная мощная полоса СОРЕ, называется, с ударением на Е. район 400, а это около 600, вот и все тут. И этот спектр явно легко наблюдаемо меняется, зависит от того, в кислороде он или без. Кислородные, венозные, артериальные, видно по спектру. В 80-е годы 19 века увлечение спектральным анализом таким быстрым стало салонным. Хорошая вещь, наука в салонах, в интеллигентных семьях. Сделали маленькие спектральные трубки, и можно было наблюдать спектр разных веществ. Более того, нашлись умельцы, которые приделали к микроскопу призмы, и можно было микроскопические объекты характеризовать по спектрам. И началось поразительное на самом деле увлечение, ну, я так говорю, увлечение, потому что это все-таки интеллигентная небольшая часть, но все-таки это общее увлечение в гостиных, так сказать, культурных местах, поиском гемоподобного, гемоглобиноподобного спектрального облика самых разных веществ. И вот тут я начну сегодня, и на этом кончу, только назову его, только мне напомните, на чем я кончу. Замечательный человек на свете, доктор, врач, Макман, пишется, Макмуд, который имеет дома, человек, поскольку, микроскоп со спектральной насадкой, и всюду ищет спектр гемоглобиноподобный. И поражен. Он находит гемоглобиноподобные линии не только там, где кровь очевидна, а даже в дрожжах. Берет дрожжевые клетки под микроскопом, смотрит их спектр, и там линии гемоглобинового цвета. Мало интенсивные, но они явные, и Макман начинает поиск и называет эти вещества, которые кровеподобны, а находятся в тканях, гистогематины. Гисты – это ткани, гистология отсюда. Гистогематины всюду, во всех клетках. Делает замечательные опыты и попадает – это очень важная научная ситуация – в скептическую полосу профессионалов. Вон, врач, сбоку лезет в биохимию, что он там понимает? Находит всюду кровь. Самым странным он находит гемоглобиноподобные линии в крылышке моли. Ни какой крови нету, в крови бабочки, и вдруг там такие линии. В дрожжах его серьезно не принимают, а он упорно делает одно и то же. Он ищет гистогематины. Он занимается этим много десятилетий. И, не достигнув общего признания, в начале XX века умирает. Но какой человек? Он не сдался. В конце жизни он написал книгу о гистогематинах. Ее никто профессионально не принимал серьезно. Ну, потому что ясно, что с кровью работать надо уметь. Он, наверное, загрязняет кровью что-нибудь, наверное, у него все неаккуратно. Не может быть в крылышке бабочки или в дрожжевых клетках. Зачем кровь дрожжам? Гистогематины забывают. А это вся дальнейшая аэробная биохимия. При этом становится ясным. Это последнее, в чем сейчас нарисую. Сегодня, я вам говорил, будет химическая лекция. Поразительно не он, а уже вся наука в целом, которая занимается спектром и химией. Поразительную картину, одна из самых прекрасных картин биохимии. Я специально покажу, как я это рисую. Четыре вот таких кольца. петроперолы. в этих кольцах здесь по азоту. Вот здесь. Такие кольца называются пиролы. Пирольные кольца. Четыре пирольных кольца соединяются вот такими связями, здесь углероды, поразительную ювелирную структуру. Петроперолы. Четыре тетра пиролы, в центре которого, самое волнение вот здесь, железо. И называется эта конструкция гем от крови. Открылись железо парфериновые. Да, или парферины еще. Почему парферины? Любимая окраска греческих и вообще до египетских и прочих парфира отсюда, царская одежда красного цвета. Это не тот спектр, но так они называли. Тетроперолы с железом в середине. Гем, гематин, гемоглобин, это значит гем и глобин, гем и белоглобин. началась новая наука опровержением открытия Макмана. Ну, понятно, вообще, я уже свое отвращение к человеческому роду говорил не раз, вместо того, чтобы кидаться этим, занять мировой войной. Все рухнуло, свободные мысли прекратились, зато крови выпускали не ужасно. Макман был забыт. Давайте я на этом кончу. КОНЕЦ